Три года назад со мной произошла травма в поясничном отделе позвоночника перелома. У меня упало дерево, когда я сидела в парке. Побывав у Петра Александровича на первом приеме, я поняла, что мне не надо никакой делать операции, что я своими силами не становлюсь, что я и сделала. Через три месяца я себя почувствовала намного лучше, даже лучше, чем до травмы. Вы видите перед собой снимки пациентки с компрессионным переломом первого, второго поясничного позвонков. Надо сказать, что опасность этой травмы заключается в том, что она локализуется в зоне прохождения спинного мозга. То есть спинной мозг заканчивается где-то на уровне второго поясничного позвонка. И поэтому при таких травмах возможны различные неврологические расстройства. Вообще, я должна сказать, что качество жизни этих пациентов напрямую связано в дальнейшем с качеством проведенной реабилитации. Потому что то, насколько человек укрепил окружающий позвоночник ткани, от этого зависит и то, как он будет себя чувствовать в дальнейшем. И вот вы видели Наташу, которая прекрасно себя чувствует. Она учится, она живет полноценной жизнью, и им ничего не беспокоит. Это говорит о том, что в данном случае реабилитация была проведена грамотно. И в те оптимальные сроки, когда она должна проводиться. То есть достаточно рано после травмы. На рентгенограммах, сделанных через два года после травмы, мы видим сросшиеся компрессионные переломы двух первых поясничных позвонков. И несмотря на то, что кленоридная деформация тел сохраняется, однако отсутствие болевого синдрома, отсутствие ограничения движений в позвоночнике говорит о том, что реабилитация проведена грамотно. И пациентка выстроила полностью. Редактор субтитров А.Семкин